И так у нас целой сутки света нету. Снова варим, шкварим на улице, на плитке. Генератор работает. Да, там некоторые у меня спрашивали за генератор. Вот видите, у нас свет. Здесь есть вот в зале, пожалуйста. В зале включается. И здесь должен тоже включаться. У меня что-то выбило. И здесь включается. А вот то, что проблема была, что у нас должна была плитка включаться. Плитка что-то не включается, выбивает. И сегодня сейчас должен приехать к нам парень. И он нам должен объяснить, показать, что я не пойму. Вот раз он нам одно говорила, оно не работает. И мы ждем его. Хорошо хоть на улице тепло. Дождик моросит. Снег вообще уже съела. Генератор уже сколько у нас. Два часа работает. Телефоны зарядили. Все у нас заряжено. Можно выключать. Потом включу уже вечером. Сейчас подождем того парня, чтобы он приехал. Я его в сарай занес, видите. Потому что дождь моросит. Туда не заходит, ничего там не воняет. Правда нормально. Ну он три с половиной. Надо бы, конечно, мощнее было бы. На пять, вот, было бы хорошо. Но на пять он дороже стоит. Ну что, хватит нам и этого. Уже свет появился. Быстренько все уже назад в холодильник ставят. Как мало, для себя не будем надо. Да, это уже, ну сколько, больше суток не было света. Да, не было света. Я уже стала залезать. Такая тряпка, тряпка, полная цель. Не, мама, не вытерпает. Я кинь, есть лепнуть. Да, мы генератор включали. Сколько у нас он работал? Два часа. Ну такой, розетки работали, лампочки. Отопление-то у нас не работает. Потому что у нас, если было на 220, да. А так у нас на 380. То надо нам помощнее генератора. Кто его будет такой покупать, как он стоит. Посмотрели на 7, да, на 7. Это-то почти 3000 долларов. Все, все довольны. Мы же, скорее, переживали. Идем быстро мыть полы. Потом все будут купаться, пока есть вода и пока есть свет. Да? Что интересно, купил. Печенье от магазина все. Где же я вам куплю печенье? Значит, сейчас будем печь. Значит, сейчас будем печь. Шарлотку можно делать. Сейчас будем печь. Что будем печь, Миля? Шарлотку, да? Сейчас будет папа шарлотку печь. Кто согласен? Кто согласен? Они все согласны. Они уже рады, что свет появился. Чарли больше всех согласен, да? Больше всех согласен. Ух! Ух! А Вилька больше всех. А Вилька кусает, Чарлика? Вилька кусается, что караул такой противный стал. Какой-то итальянский смоктун, итальянский смоктун такой. Да? Он сильно полный стал, такой пузатый. Из-за того, что он корма ест. Он только корм пакует. А скажи, что я сделаю, скажи? Я только корм люблю, да? Чарлик есть все подряд, а Вильчик только корм. А Доля нас мясо ждет, скажи. О, Доля мясоедка. Где, скажи, наше мясо? Где наше мясо? Сразу свет появился, уборка. Моментом. Карандаши уже убегают. Чарлик боится пылесоса. И стирки насобирали. Но стирать сейчас кто будет. Как только свет включили, надо экономить. Только в хате уберется, то и все. Долечка сразу кушать. И Тимошка кушает сразу. Хорошо хоть свет включили. Сейчас чуть хата обогреется. А тут Тимошка бы замерз, бедный. Он так целую ночь на кухне был. На кухне намного теплее. На спальне бы он замерз. Так, Тимошка? Что, Чарлюка? Красавец. Красавец, Чарлик. Ой, Чарлюка, красавец. Включили нам свет. Покупала я и Вилю. И долька он спряталась, лежит. Да, Долинь? Долю вымыла. А, Виля вытирается, как всегда. У него все начинается. Балдеж, да, Виля, скажи? А Чарлика пока Андрей купает. Кстати, сегодня я пересадила, я с работы принесла 4 цветка. Это я принесла рожественник, посадила вон туда. Потом фикус взяла с работы. Чарлик последний дернулся. Чарлик идет купаться, последний? Да, последний. Ты что облизываешься? Вот, посадила фикус дома, поставила. И посадила рожественник. А кактус у меня еще на кухне стоит, немножко пустит корни. И потом мы посадим. Там новый кактус, я вам покажу. Кстати, на этой неделе у меня уже расцветут орхидеи. Боже, говорю, как мало людям для счастья надо. Включили свет и тепло, по крайней мере, не знаю. По крайней мере, тепло, потому что целую ночь было прохладно, темно. И как-то страшно было, честно. Я думаю, как те люди бедные, где полностью столько времени в Херсоне и Харьковской области. Как они там без света были, столько времени. Очень тяжело. Конечно, сейчас холодно, обещают минус 16. Вот. Ну, вот нас включили где-то, уже где-то около пяти вечера нас включили. Сейчас нагреется, будет тепло. Тоже бабушка тоже пошла, искупалась. Сейчас собак покупали, потому что будет холодно. Неизвестно, как оно будет дальше. Конечно, и сами помылись. Ну, и сейчас немного включим, посмотрим хоть телевизор. Боже, забыли, что такое. Выключать телевизор и смотреть новости. Подавиться, что там творится, как говорится. Ну, напряжение, конечно, у меня еще там машинка. Надо было что-то постирать, но что-то не включается. Все-таки напряжение большое. Я понимаю, потому что вот даже Коля звонил, снова решил в центре. Там нету света. У них тоже нету света. Только у нас. Ну, какие-то дела. И ждем, когда наши выйдут. Выйдут Чарлик. Вилечка уже вытерся. Доленька тоже спит. Да, Доленька, ты кто? Ку-ку, Доленька. Ку-ку, Доленька, скажи. Ку-ку, скажи. Ух, скажи. Я греюся, да, скажи. Я греюся, да. Скажи, я греюся. Легла, скажи, меня укрыли. Я люблю. Я вообще Долька такая любительница. Она ночью спит под одеялом. Вот так. И сейчас она спит под одеялом, да, Доленька? Виля, прекрати. Виля, прекрати. Вот уже Чарлик пришел. Покупанный. Ну. Чего ты такой злой? Ну, пришел. Пришел он, сел, все. Какая проблема? Он тоже хочет, скажи. Я тоже хочу с вами полежать, скажи. Да. И ты пришел. Ну. Разбойник. Доли, шо я? Доленька, ты че? М? Не сразу прислуховывается. Вот когда слышно такое, что-то идет на улице. Такой даже ветер сильный. Ну, эти собаки тоже напуганы. Когда сирена, особенно позавчера, когда это летело, все. Тут слышно было эти взрывы. И тоже собаки, тоже они практически ночами не спят, прислуховываются. Даже какой-то лишний порыв ветра. И уже такая реакция. Ну, помыли, скажи. Помыли, убрали. Полы помыли. Все дружненько, да, скажи. Убрали, скажи. Только, скажи, у нас еще машинка осталась одна, непостерянная, скажи. Ну, нет. Не остались вещи непостерянные. Что-то не берет, не включается наша машинка. Но зато, скажи, мы все помылись. Да. И теперь будем сегодня, скажи, будем спать в тепле. Надеемся, что будем спать в тепле. Хотя, честно говоря, одна ночь под утро, ну, так не было еще минусовой температуры. Но уже где-то, где-то в обед уже было холодно, уже чувствовалось. И так бы, если 2-3 суток, то, конечно, было бы очень холодно в хате. И, конечно, страшно, когда будут вот эти морозы. И вот так не будет света, не будет тепла. Это не очень хорошо. Хорошо, что у нас еще есть газовый баллон. То мы хоть кушать сегодня сварили там, да? Доля, что такое? Ну? Ты что, водички напилась? Доля? Ну? Доля, Доля. Такая наша елочка, да? Такая наша елочка, скажи. И Коля, скажи, сегодня приезжал, нас проведывал, да? Я сегодня сделала грибочки, скажи, на. Потушила и переживала, потому что в холодильнике думала, что все разморозится. Это в Самсунге, в самом холодильнике, конечно, немножко уже стало размораживаться. Именно наверху, да. Внизу еще не так конкретно, но, несмотря на то, я все-таки забрала кабачок. У меня там были белые грибы. Я сделала, потушила в скороварке грибы с кабачком. Лучок у меня там, зелень, перчик еще был. Я сделала такую рагу, очень вкусная, кстати, получилась, с белыми грибами. А Виля у нас начинает игрушки тырить, как всегда. Виля, давай, давай, давай. Не, Виля, не трогай ничего, не трогай. У нас никто не лезет к игрушкам, только Виля. Это он у меня конфеты тырит и игрушки тырит. И сын у него такой же самый, да, Вилек. С какой он такой же самый Вилек конфеты тырит? Значит, бабушка с кем-то телефона говорит, какой-то там друг у него умер, разговаривает. Ну.